В эфире итогов информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Лыбецкий бульвар. Приобретет ли визитная карточка города презентабельный вид? Ученые Рязанского медуниверситета имени Павлова создали уникальный аппарат для восстановления активности языка после операции и инсультов. Рязанские археологи обнаружили фрагмент деревянной мостовой большой Московской улицы. И небесная загадка или как работает главный помощник метеорологов. В Рязанской области проблем с инсулином нет, заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. Об исчезновении лекарства в Рязани сообщили сразу несколько СМИ, к которым обратились жители города. С жалобами на то, что жизненно необходимое лекарство им не продали сразу в нескольких аптеках. Не так давно в нашей съемочной группе во время опроса населения, что бы они хотели бы изменить в нашем городе, одна девушка пожаловалась на отсутствие одного из медицинских препаратов в аптеках Рязани. Медицина. Потому что я вот недавно ходила в аптеку, я не могу найти брату инсулин. Говорят, что он отсутствует. И буквально через два дня после этой съемки в СМИ появилось множество сообщений о том, что действительно в аптеках инсулина нет. В понедельник 16 мая на брифинге министра здравоохранения Рязанской области прозвучал тот же вопрос. Как оказалось, у Андрея Прилуцкого и на это нашелся свой ответ. Даже тот конкретный препарат, о котором говорилось, он имелся на тот момент в аптеке. И сегодня он имеется. Как получают лекарства жители нашего города? Если выписал врач, значит этот человек идет в аптеку, там при больнице или там где он приписан. Там ему дается лекарственный препарат, который есть в наличии. Если его нет, естественно, конечно, тот фармацевт, который работает, должен по компьютеру просто посмотреть, есть ли этот препарат на складе. Либо отложить рецепт и попросить жителей прийти на следующий день или через день и получить данный конкретный препарат. Лыбецкий бульвар, над которым гордо возвышается здание цирка. Знакомый всем жителям и гостям города вид. Визитная карточка Рязани. Вот уже год прошел с тех пор, как здание цирка закрыто на ремонт. А сам бульвар вовсе не радует глаз. О том, когда одна из центральных улиц города снова станет привлекательной для туристов и пригодной для прогулок горожан, в нашем следующем материале. Рязанский цирк – одна из достопримечательностей нашего города. Он рассчитан на 1700 зрителей. В разные годы здесь выступали знаменитый карандаш Юрий Никулин, Юрий Куклачев, братья Запашные. За год сюда приходили десятки тысяч зрителей. Вот уже год, как Рязанский цирк не работает. Его аварийное состояние давно было видно невооруженным глазом. Рязанский цирк – архитектурный проект 1971 года. За более чем 40 лет существования здание ни разу капитально не ремонтировалось. На необходимость реконструкции указывал протекающий купол из оплатки на креслах. С тех пор, как здание закрыто, территория возле него, красивый бульвар, по которому обычно прогуливались родители с детьми, сегодня превратился в хаотичную парковку. Портят вид и металлические заграждения вокруг здания. И, конечно, много вопросов вызывает неработающий фонтан. Между тем, планов относительно этой территории много. Администрация города Рязани планирует подготовиться к открытию цирка и в первую очередь подготовить прилегающую территорию. Это Лыбецкий бульвар. У нас достаточно большой перечень мероприятий по комплексному благоустройству Лыбецкого бульвара. И начинается он с таких мероприятий, как приведение в должное состояние, декоративное состояние всей растительности, которые у нас сейчас есть на Лыбецком бульваре. Уже цветники оформлены розами буквально вчера. Кроме того, планируются такие работы, как реконструкция освещения. На Лыбецком бульваре будут установлены освещения фонарного типа, ремонт лестниц. А лестниц насчитывается порядка пяти на этом участке Лыбецкого бульвара. Ну и, наверное, самое главное мероприятие – это мощение плиточное непосредственно площадки у цирка, а также восстановление фонтана у цирка. На Лыбецком бульваре на этом участке есть два фонтана. Один фонтан претерпит только лишь текущие работы. А самый большой фонтан города Рязани, площадь фонтана у цирка порядка 500 квадратных метров, он будет восстановлен. Поэтому вот такие мероприятия планирует администрация. Все эти работы будут проводиться за счет муниципального бюджета, программы благоустройства города Рязани. И по части работ уже определены подрядные организации и в ближайшее время уже приступают к этим работам. Из косметических мероприятий мы также планируем ремонт малых архитектурных форм. Это скамеек, подпорных стенок. Ну, такие, в общем, работы мелкие по благоустройству, но которые в общей сложности должны придать достаточно красивый вид Лыбецкому бульвару. Освещение, фонтаны, реконструкция лестниц и дорожек, легкое обновление моста, расширение цветников – проекты готовы и ждут своей реализации. И как только руководство цирка будет готово, все мероприятия по благоустройству бульвара сойдут с бумаги и начнут воплощаться в жизнь. А пока в самом центре города вместо достопримечательности можно наблюдать легкий хаос. Остается надеяться, что ремонт не затянется на долгие годы. В текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов. Ремонт будет выполнен в 420 жилых объектах областного центра. На днях глава администрации Рязани Олег Булеков обсудил с жильцами дома номер 6 по улице Циолковского предстоящий в нем капитальный ремонт. Совсем скоро здание приобретет новый облик. Дом номер 6 на улице Циолковского, построенный в 1956 году, внесен в краткосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год. В ближайшие дни здесь начнется ремонт фасада. На проведение работ будет выделено более 4 миллионов рублей. Ремонт будет выполнен в общей стилистической концепции этой улицы. За счет этих средств будут произведены ремонт цоколя, восстановление балконных плит и ограждений, их облицовка профлистом, штукатурка и окраска фасада, установка подъездных козырьков. По словам Олега Булекова, главной задачей жителей станет контроль качества ремонта. Здесь сейчас нужно качество. И вот как раз, наверное, вы нам должны помочь. Есть управление, которым этим занимается, фонд, который занимается. Если видите, что вдруг где-то что-то подрядчики, как вам кажется, не так делают, ничего страшного, позвоните. В управление пусть ребята приедут, посмотрят, разберутся. Хотелось бы сделать один раз и хорошо. Деньги немалые по городу. По словам Олега Булекова, более миллиарда рублей в этом году будет затрачено на капитальные работы в многоквартирных домах региона. При этом две трети суммы забирает Рязань. У рязанских водителей может появиться возможность бесплатно оставлять свои машины на парковке перед железнодорожным вокзалом «Рязань-1». В настоящий момент администрация города ведет переговоры о возврате бесплатного времени парковки с инвестором. Ранее находиться бесплатно на парковке можно было в течение 15 минут. В апреле инвестор отменил время бесплатной стоянки, уменьшив при этом стоимость парковки за час с 30 до 20 рублей. За период от 4 до 10 часов пребывания на парковке придется заплатить 100 рублей. Сутки обойдутся в 190 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрена система льгот. Бесплатно пользоваться парковкой могут герои Советского Союза и России. Люди, награжденные орденами славы трех степеней, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также правоохранительные органы, экстренные службы, ветераны-чернобыльцы. В Рязани продолжается борьба с продажей сим-карт анонимным покупателям. По правилам продавец обязан получить паспортные данные клиента. Однако сегодня в городе серую сим-карту можно купить по объявлению в интернете. Наш корреспондент выяснял, как ловят всех, кто распространяет товар на черном рынке и что им за это грозит. Сегодня в Рязани задержали одного из продавцов сим-карт. Сотрудники Роскомнадзора и МВД нашли объявление о продаже 26 симок оптом на одном из популярных сайтов объявлений – Авито. Цена – 1000 рублей. Несколько объявлений в разделе нашего города висит и сейчас, причем в некоторых написано – продажа без паспорта. Со слов задержанного, сим-карты у него от поставщика Росмобайл. Это сервис-провайдер, имеющий доверенность уже от сотового оператора. Но почему-то продавец не потребовал паспорта для оформления карт надлежащим образом. То есть то, что обязательно паспорт при этом должен гражданин предъявлять? То есть вы об этом первый раз слышите? Да. То есть оператор связи, который давал на реализацию вам эти карты, то есть вас об этом не предупреждал? Нет. Хорошо, я вас понял. Спасибо. Поверить такому, конечно, сложно. Подобная практика существует. Только в этом году при продаже серых сим-карт задержано 6 нарушителей. Как оказалось, услуги нелегальных торговцев пользуются популярностью. Приобрести сим-карту анонимно хотят те, кто не собирается платить за потраченные минуты. Они разговаривают в долг, а потом выбрасывают сим-карту. Некоторые покупают серые симки по незнанию или из экономии времени. Мнения жителей о такой покупке разделяются. Если бы вам предложили сим-карту купить без оформления, без паспорта, вы бы согласились? Нет, конечно. А почему? Это дело серьезное. Нет. А почему? Зачем, если можно пойти купить с паспорта? Спасибо. Ну, вообще-то затрудняюсь ответить. Просто бы купил. Просто так, с рук? Просто так, с рук, без оформления. Нет. Почему? Не знаю, просто не купил. Нет, зачем? У меня есть, мне хватает. Конечно. А почему? Это свобода, выбор. Можно самому покупать сколько хочешь сим-карт без оформления. Мне кажется, это классно. Еще больше в получении номера без предоставления данных о себе заинтересованы мошенники. Спам-рассылки, вымогательство денег обманным путем – для всех этих махинаций необходим анонимный номер. Тайными абонентами могут стать и те, кто скрывается от правоохранительных органов. В базах данных сотовых операторов информация о клиенте с такой симкой не будет соответствовать действительности. Такие сим-карты могут использовать и в организации террористических мероприятий. Пойманным преступникам при продаже без оформления грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Лицу, который осуществляет данную деятельность, ему физическое лицо грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а на юридическое от 100 до 200 тысяч рублей. Проводятся совместные мероприятия с органами полиции, которые направлены на пресечение незаконной реализации сим-карты. В настоящее время уже таких 4 мероприятия проведено. Также с сотрудниками ездим не только в Рязани, а также и по районам. То есть Захаровский район, Рыбновский район, другие районы. Так или иначе, большинство сим-карт, купленные на черном рынке, становятся оружием бандитов. Эксперты считают, что изменить ситуацию поможет только ужесточение наказаний. Причем для покупателей тоже. Чтобы не попасться при покупке сим-карты на удочку мошенников, всегда удостоверяйтесь в заключении договора с компанией, которая имеет доверенность от сотового оператора. Отметим, что сейчас запрещено заключать договоры вне стен стационарных объектов. Так что палаток на улицах теперь тоже стоит остерегаться. Ну а паспортные данные по-прежнему обязательный пункт регистрации абонента. В полицию Рязани подано два заявления с жалобами на участников общественного проекта «Лев против». Активисты организовывают рейды, в которых просят людей не курить и не распивать спиртные напитки в общественных местах. Причем делают это порой в жесткой форме. Все происходящее записывают на видео и выкладывают в интернет. Александр Тамбовска встретил с участниками движения. Год в России и полгода назад в Рязани появился общественный проект «Лев против». В нашем городе уже многие узнали о новом движении. Канал «Рязанского льва» на ютюбе уже собирает тысячи просмотров. Активисты подходят к горожанам, распивающим спиртное и курящим в общественных местах и просят прекратить действие, ссылаясь на закон. Однако в случае, если человек не соглашается, участники движения предпринимают особые меры. Три предупреждения есть. Мы подходим, говорим, вы курите в общественном месте. Если вы сейчас не потушите сигарету, мы будем вынуждены просто потушить ее поливилизатором. Так идет три предупреждения. Если после третьего предупреждения он не затушит сигарету, мы будем применять поливилизаторы. Представитель проекта Михаил Бахишев утверждает, что активисты не используют крайних мер, кроме поливилизаторов, и действуют по системе просьб. По их словам, они вежливо просят, а не требуют прекратить курение или распивать алкоголь. Однако на видео на ютюб мы видим, как активисты попытались выхватить у мужчин пиво, которое они пили в общественном месте. Это кадры рейда 13 мая в ЦПК ИО. Конфликт закончился дракой и вызовом полиции. Содержимое бутылок активисты выливают, но мы не знаем, с разрешением ли владельца. Если без, то в этом случае уже действия активистов можно назвать неправомерными. Самоуправство оговорено в двух нормативно-правовых актах. Ситуация с новой организацией в городе оказалась неоднозначной, и большинство комментариев горожан пока отрицательные. Большинство людей курят, пьют. Это для них сейчас нормой стало то, что алкоголь, употребление. Но это для всех норма, и они не хотят, чтобы их тоже отнимали. Закон надо соблюдать, чтобы все пили в дома у себя, в барах. Специальные бары для этого есть, чтобы пить. Зачем в парк приходить, где гуляют дети. Парк, тем более, называется Центральный парк культуры и отдыха. Алкоголь же, курение – это не культурно. Пообщавшись с активистами, мы удостоверились в благих намерениях молодых ребят. Однако уже сейчас ясно, что их так называемые особенные меры ни к чему хорошему не приведут. Конфликты с горожанами были не единожды. Лучше всего в данной ситуации будет согласовывать свои действия и проводить рейды с управлением охраны общественного порядка. Тем более, что сотрудники управления благожелательно относятся к таким инициативам. Ранее в Рязани действовала схожая по направлению организация «Трезвые дворы». Возможные новые активисты станут на страже порядка, а не будут его сами же нарушать. Ученые Рязанского медуниверситета имени Павлова начали тестировать уникальный аппарат для восстановления активности языка после операций и инсультов. Аналогов у него нет ни в нашей стране, ни за рубежом. Новинка будет востребована в России, ведь ежегодный инсульт постигает около 450 тысяч наших сограждан. При этом у десятков тысяч из них нарушается речевая активность. Использовать аппарат можно при любых двигательных проблемах языка – от порезов до послеоперационного восстановления. Его особенность в том, что врачи не стали лечить центральную нервную систему, а сконцентрировались непосредственно на движении языка. Для того, чтобы компенсаторно восстановить подвижность языка, то есть и функцию речи, и функцию жевания, функцию глотания, нужно определенное приспособление, которое бы позволило увеличить движение языка. Это приспособление представляет собой нервную пластинку, в центре которой закреплена петля из проволоки с надетой на нее подвижной бусиной. Используя его, пациент тренирует язык и восстанавливает речевую активность. Специалисты внимательно изучают дефекты и устанавливают элемент на проблемных участках, рассчитывая длину петли по степени нарушения подвижности языка. Увеличивая кривизну дуги, который движется подвижный элемент, мы восстанавливаем потихоньку двигательную функцию языка, восстанавливаем речевую активность языка координированную, и пациент начинает быстрее говорить. Данный прибор, в принципе, очень прост. Он состоит из нервной пластинки, фиксирующей части, которая может быть представлены различными вариантами. То есть это под каждый пациент индивидуально подбирается. И миогимнастической части. Он состоит из ортонатической проволоки и специального элемента. Ну, скажем так, бусиной назовем ее. Мы просто назовем ее бусиной. Которая движется по траектории, и тем самым пациент, передвигая, восстанавливает этот объем врачных тканей. Аппарат опробовали около 30 человек, и в 70% случаев есть явные улучшения по восстановлению речи. В среднем навыки восстанавливаются быстрее в полтора-два раза. Стоматологи к пациентам, принесшим инсульт, казалось бы, никак не относятся. И, соответственно, восстанавливая подвижность языка, двигательную активность языка, за счет создания вот этих афферентных нервных связей, в общем-то, происходит возбуждение пораженных участков головного мозга инсультом, и постепенно их восстановление. То есть, так как подход был от обратного, то, соответственно, наверное, он имеет определенную уникальность. Ученые готовы обучить работе с аппаратом коллег из других регионов и стран. Реабилитационные центры Азербайджана и Казахстана уже подали заявку на покупку прибора. На первых порах выпуском изделий займется созданное при университете малое предприятие. Серийный выпуск наладит через год. В настоящий момент ученые работают над его стандартизацией, чтобы пациенты при помощи близких могли настраивать аппарат для восстановления речи. Рязанские археологи обнаружили во время раскопок на улице Петрова фрагмент деревянной мостовой Большой Московской улицы. Эксклюзивное интервью археологов и уникальные кадры, после чего древний артефакт навсегда исчез с лица земли в материале Ирины Ковалевой. Раскопки, проводимые в связи со строительством нового здания музея в районе площади Соборной, вновь преподнесли археологам сюрприз. Им стал найденный сегодня фрагмент деревянной мостовой Большой Московской дороги, главной улицы Переиславля-Рязанского XVIII-XVIII веков. Известно, что проходила она от Глебовских ворот и Глебовского моста, пересекала всю территорию Острога, продолжалась вдоль современной улицы Семинарской и уходила на Москву, по сути, являясь главной трассой, соединяющей Переиславля-Рязанский со столицей. В черте города это была главная магистраль вот этой части города, достаточно широкая, самая широкая улица, где-то по письменным источникам примерно 4-5 сажений шириной было, это 8-10 метров. И вот в этой части раскопа как раз мы обнаружили следы этой дороги 17-18 века. Вероятно, она существовала и раньше, но вот в 17 веке, по всей видимости, она уже приобрела черты такой улицы городской, и причем улица мощеная. То есть она была не просто земляная дорога, она была покрыта досками, то есть лежали деревянные лаги, на них лежали деревянные доски. Как раз следы этих деревянных лаг и плашек сегодня были найдены на раскопе. Об этой дороге ученые знали давно из древних письменных источников, однако ее точное месторасположение известно не было. Теперь же археологи могут сказать, где именно проходила Большая Московская дорога, где она пересекалась с линией Острога. Кстати, именно в месте пересечения находилась Большая Московская проезжая башня. По всей видимости, следы этой башни, если и существуют, то находятся под зданием Центробанка, так что их мы уже не увидим. Впрочем, как и фрагмент найденной сегодня дороги. Мы вынуждены будем ее дальше срыть и дойти до уровня, где уже нет культурного слоя, мы вынуждены продолжить работы. И такие вещи, к сожалению, нет пока никаких в нашей науке, и вообще нет возможности законсервировать и сохранить такие объекты. Потому что это даже не столько дерево, это древесный тлен, который рассыпается в руках. В ходе работ на этом роскопе уже были сделаны довольно интересные находки. Среди них фрагменты амфор XIII века, большое количество стеклянных браслетов, а также бронзовый крест энкалпион с изображением святых Бориса и Глеба. Однако сегодняшняя находка, несомненно, стала самой значимой для археологов. Каждый день мы интересуемся прогнозом погоды, от нее зависит, что мы наденем или куда поедем в выходные. Профессия метеоролога не самая популярная и высокооплачиваемая, но значение ее сложно переоценить. Наблюдение за погодой синоптики не прекращают ни на минуту. На территории Рязанской области расположено 33 поста, и в век высоких технологий без участия человека прогноз погоды точно не будет. Сотрудники Рязанской аэрологической станции одновременно со своими коллегами в сотнях странах мира ежедневно запускают под облака белые шары. Высокочувствительные приборы фиксируют температуру и уровень влажности. И передают на Землю данные, которые затем используются при составлении прогноза погоды. Метеорология – это до высоты двух метров. А вот то, что выше, вот то, что выше – это уже аэрология. Аэрология занимается наблюдением состояния атмосферы от поверхности Земли до высот, ну, в нашем случае это порядка 30-35 километров. Это вот тут у нас максимальной высоты. Владимир Васильевич работает на станции уже более 30 лет. С легкой руки его коллег радиозонд отправляется каждый день бороздить просторы Вселенной. Сейчас к запуску радиозонда все готово. Шар накачан водородом. К нему привязана небольшая коробочка, так называемая мини-метеостанция. Сигнал дан, можно запускать. Хороший прогноз, как точный диагноз. С помощью и такого радиозонда мы узнаем атмосферное давление, скорость и порывы ветра, а также температуру и влажность воздуха. Уже через минуты зонд поднимается выше трасс пассажирских самолетов. Шар летит со скоростью 300 метров в минуту. А где же он разорвется? Где он лопнет? В высоте 30 километров. А куда упадет? Ну, так вот долетит, так вот и упадет. Он достигает высоты примерно 40 километров над землей и взрывается. Затем падает на землю. Его полет длится примерно 2 часа. В это время на станции аэрологи внимательно всматриваются в графике на экранах мониторов. Вот это для авиации важно, потому что на земле направление было 140, а уже на одном километре 190. Для тех, кто высоко летает и долго, они могут выбирать эшелон, если им это позволит, и экономить горючее. Если есть разница по ветру лететь и против ветра лететь, то есть они, в принципе, если им разрешат, могут подобрать, чтобы сэкономить горючее. Точно такие же манипуляции в эти минуты проводят аэрологи в 750 обсерваториях мира. Все радиозонды запускают дважды в сутки, в 14.30 дня и в 23.30 вечера по московскому времени. Старт происходит при любой погоде. В России таких станций всего 100, в Рязанской области – одна. В Дашково-Песочне в сквере имени Александрова начался творческий конкурс. Для оформления парка принимаются работы всех горожан без исключений и ограничений. Рязанцы могут создавать и выставить там скульптуру, рисунок. В общем, все, на что хватит фантазии. Подробнее в материале Анны Герцовской. Здесь откроется новый парк с животными. На его территории-то и можно установить свои работы из любого материала – дерева, металла, пенопласта. Но авторам нужно учесть, что экспозиция будет расположена на улице, поэтому должна быть устойчива к воздействиям внешней среды. Это полная творческая реализация любых совершенно идей. Единственное, есть правила конкурса. То есть тематика должна быть без содержания каких-то агрессивных направленностей. Ну, все-таки это детский формат. И мы хотим показать городу и прежде всего детям, как можно творить. С открытием парка дети будут принимать участие в дальнейшем его украшении. Они смогут порисовать и на вольерах для животных. Что касается конкурса, то рисунок первого его участника уже появился на территории площадки. Он пришел, посмотрел, нашел для себя площадку, рассказал о своей идее, что это будет рисунок на пленке, скажем так. Я сначала не совсем поняла, что он имеет в виду. Получилось очень ярко, масштабно и насыщенно. Здесь же присутствует тематика животных. Еще одной идеей поделился следующий автор. Хочу сделать робота, инсталляцию робота, позитивного, улыбчивого. Возможно, у него в руке будет какой-нибудь кувшин с растениями. Также, скорее всего, он будет держать посох, на конце которого будет крутиться кинетическая скульптура. Это эскизы металлического робота человеческого роста. Сама конструкция почти готова. Сейчас находится в разобранном виде. Ее осталось только сварить и установить в парке. Робот будет закреплен в земле для безопасности. В планах появление на площадке еще таких арт-объектов, как скульптура Маши и Медведя, 3D-картины, плавающие на пруду надписи «Я люблю Рязань». Для участия в конкурсе нужно позвонить по телефону 52 22 54 или обратиться непосредственно в парк. Заявить о своих намерениях, после чего выбрать с организаторами площадку для размещения своего арт-объекта. И затем уже можно приступать к реализации творческого замысла. Конкурс стартовал 15 мая и продлится до 1 июля. Но поскольку открытие парка состоится в самом начале лета, то и голосование посетителей за арт-объекты начнется с этого же дня. Поэтому чем раньше вы выставите свой арт-объект на этой площадке, тем быстрее за него начнут голосовать. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Субтитры создавал DimaTorzok